сегодня мы рассмотрим аттрактор рюстлера мы будем рассматривать эти уравнения после точки бифуркации то есть когда у нас уже получается хаотическое движение в качестве домашнего задания можно предложить изучение этой системы уравнений и и поведение бифуркационные диаграммы построения и соответственно поведение ее до бифуркации и после бифуркации для этого для предварительного ознакомления вот приведен уру на википедии чтобы вам долго не искать пожалуйста рассмотрите его значит вот у нас такая очень простая система уравнений мы зададим вот такие параметры параметры такие же как в википедии это стандартные параметры и начальное значение xxxz равно 0 давайте построим нашу модель и посмотрим как она будет вести себя и так у нас регистратор давайте мы так сделаем мы построим вначале на фазовое пространство построим проекцию фазовое пространство на x и y на x и y а потом посмотрим собственно все фазовое пространство xxz для этого мы просто поменяем регистратора в первом случае мы поставим вот такой вот регистратор во втором такой вот давайте вот с первым случаем посмотрим так увеличить диаграмму я чтобы лучше было видно как вот это у нас регистратор будет часы для синхронизации и как прошло раз три интегратора это у нас непрерывное время вот это будет интегратор x это y это z но сразу давайте выведем x xx и y значит поскольку мы проекцию на x и y смотрим то z пока не выводим давайте прийти перестроить наши вычислительные штучки значит z с точкой это у нас b плюс z умножить на x минус c ну давайте теперь строим это и так ну источник сигналов константы вот это у нас будет c c у нас равно 5 и 7 значит еще раз x минус c значит сумматор добавляем математические операции сумматор где у нас сумматор значит сумматор такой что c у нас идет с минусом а x идет с плюсом и так x с точкой x y с точкой y z с точкой z вот так вот нам до состояния когда изменит цвет вот таким станет и тогда он подсоединится к этому линку дальше это у нас x минус c получилось все это надо умножить на z где у нас умножение 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 значит z вот у нас умножить на z и вот это вот так вот умножить на z значит проверяем что у нас z умножить на x минус c и в конце прибавить бы нам нужно опять сумматор опять сумматор где у нас сумматор служит для того чтобы прибавить b давайте источник сигналов у нас константа b у нас 0 2 равна сумматор значит и этот сумматор у нас прибавить параметр блока вот так вот 11 значит и все это прибавить к z вот так вот и вот это z получилось у нас и так давайте смотрим что у нас получается z с точкой равно x минус 5 целых 7 десятых это c из минус c умножить на z и и плюс b 0 2 да вот мы получили для z давайте теперь построим x и y x минус y минус z ну это у нас очень просто опять сумматор математические операции вот наиболее употребляемые нами блоки они вот сюда можно их выкладывать значит математические операции сумма минус 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 1 минус 1 написали и складываем минус y минус z то есть это у нас пошло на z так вот а это у нас пошло на y вот получилось и теперь y рисуем y это у нас x плюс а умножить на y опять сумматор ах вот мы вот тут не подключили опять сумматор вот на сумматор мы должны прибавить x значит там у нас плюс плюс значит параметры блока плюс плюс мы должны прибавить x с одной стороны это у нас с точкой а с другой стороны мы должны прибавить y умноженное на 0 2 это у нас а давайте мы операцию от умножения 0 2 вот такая вот чудесная схемка у нас получилось и так давайте повторим у нас x с точкой x с точкой равен минус y минус z дальше y с точкой равен x прибавить y умноженное на 0 2 x минус 5 и 7 и умножить на z запускаем давайте сейчас я растяну весь экранчик вот эта проекция на x и трек но можно наслаждаться наблюдая это четвертая вещь за которой можно наблюдать вечно давайте давайте остановим и посмотрим не проекцию все всю кривую в фазовом пространстве для этого поставим вот такой вот регистратор трехмерный это у нас икс это у нас и крик и сет вот такая штучка запускаем вот перестанет трехмерный xyz так монтилики у нас тут обрезается давайте мы подправим остановим по z у нас обрезается дайте посмотрим у нас тут от минус 15 до 15 z поставим 30 запустим растянем вот так вот сделаю чтоб подогнать и вот давайте смотрим да в данном случае как вы видите двумерная проекция весьма информативно будет но это по виду фазового портрета видно такое бывает не всегда ну и если вы построите бифуркационную диаграмму и фазовые портреты до точки бифуркации после то вы можете увидеть как эти портреты изменяются вот так вот а теперь давайте то же самое мы построим с помощью языка моделика но мы не будем применять конечно всю мощность этого языка мы будем использовать вот модуль так моделика общий блок моделика он автоматически генерит простейшую программу на моделики и если мы имеем вот такой вот дифф уравнение достаточно простое то мы естественно с помощью моделики его быстро и удобно можем решить давайте посмотрим как это вот моделика у нас что мы опять опять еще двумерный потом трехмерные двумерные вот так вот давайте параметры блока зададим и так входные переменные у нас есть тут входные переменные и параметры в принципе мы можем задавать abc это входные переменные как параметры сдадим их как входные переменные параметры у нас тут не нужны уберем входные переменные у нас их три значит мы задаем вектор а . запятой b . запятой c дальше у нас тип входных переменных может быть и и и и это значит интернет внутренние и хитрик стена внешние мы будем задавать снаружи мы зададим как внешние и е е е е выходные переменные это у нас x x и грек и грек и z так у нас x и грек внешние а z в нашем первом случае внутренняя но я не выводим вот мы задали параметры нашего блока окей и он сгенерил нам такую микро программку давайте мы ее сейчас заполним нашими значениями dx равно минус и дзет да и крик и крик И tz равно b плюс z умножить на x минус c. b плюс z умножить на x минус c. Сравниваем. Так, все правильно мы набрали. Так, исчезло наше окошечко. Отодвинем. Отодвинем. Вот оно наше окошечко. Окей, окей. Вот наше окошечко. Итак, соединили сюда. Соединили сюда. Так, и источники. Это у нас в качестве источников константы. Три константы. А, b и c. Значит, а и b у нас 0,2. И c у нас 5,7. Давайте посмотрим, что мы получим. Вот он, компилиция. Как видите, получается то же самое, но немного быстрее. И я бы сказал даже немного понятней. И трехмерная, конечно, посмотрим. Убираем. Регистратор трехмерный. Значит, в параметрах блока мы должны заменить. Z сделать внешней переменной. Окей. Все. Окей. Соединяем. Запускаем. Окей. 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 но опять мы тут не увеличили увеличим да давайте увеличим сделаем тут параметра блока до 30 z и опять запустим и опять запустим вот вот можно сохранить экспортировать изображение какие у нас тут формата изображения поддерживаются windows bmp не стоит гиф ограничение на цвета в гифе jpeg у нас прямые линии будет размазываться png можно но я бы предложил лучше или в епс или в pdf если вы потом будете редактировать и расскажем пункт скрипе можно в свг сохранить метафайл лучи ps и pdf это для отчета если вы будете делать отчет то картинка вот так вот можете вставить я думаю все понятно на этом наверное мы завершим наше данное упражнение